Добрый день, дорогие телезрители! Снова с вами программа «Китайская кухня» и я, ее ведущий, Дун Хао. Сегодня мы будем готовить мясную соломку в пекинской пасте. Это блюдо сдают на экзаменах по кулинарии. Поприветствуем нашего шеф-повара Лэй Чин Фэна. Он научит нас готовить это блюдо. Лэй Чин Фэн, шеф-повар, уроженец города Чун Чин. Сегодня в меню мясная соломка в пекинской пасте. Итак, давайте представим ингредиенты. Давайте. Свиная вырезка, лук, густой сладкий бобовый соус, устричный соус, соус хайсянь, соль, уситель вкуса, сахар, кунжутное масло, рисовое вино и темный соевый соус. Сначала нарежем свиную вырезку. Так, режем по своим ощущениям, да? Да, здесь еще один важный момент. Надо следить, чтобы ломтики были одинаковой толщины. Да, и спешить не надо, потому что нож очень острый. Да, не спешите. Теперь вот так берем ломтики и посильнее придерживая их рукой, режем. Когда мы нарезаем соломку, здесь также важно, чтобы рука отступала назад с равномерной скоростью. Вот так, вот смотрите. А теперь нарезаем мясо соломкой. Смотрите. Так, поехали. Раз, 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 раз. Легко, видите как? Угу. Теперь закончили. Приступаем к приправе. Так, приправляем. Здесь тоже много своих тонкостей. Да. Почему, когда мы готовим дома, мясо получается жестким? Сегодня я расскажу вам секрет. Первым делом надо добавить соль. Соль. Затем добавляем усилитель вкуса. Ну, совсем немного. Теперь рисовое вино. И перемешиваем все хорошенечко. Перемешиваем до тех пор, пока оно не станет прилипать к рукам. Да, когда оно станет прилипать к рукам, значит уже достаточно. Так, понятно. Достаточно. Что нам еще осталось? Нужно добавить воды. Так, вода. Когда готовим мясо в домашних условиях, оно иногда получается жестким. Это все потому, что вы добавили мало воды. Вот и получается все сухим. Мясо должно пропитаться влагой. Если в приготовлении маринада вы еще не наловчились это делать, можно добавить приправу для смягчения мяса. Так, приправу точно. Она хорошо помогает сохранить нежность и придает отличные вкусовые качества. Можем добавить ее, кстати, капельку. Да, для еще большей мягкости. Да. Эту приправу нельзя много класть, иначе мясо может стать терпким. Какой следующий этап? Добавляем разбавленный крахмал. Здесь, кстати, тоже есть своя премудрость. С ним нельзя перебарщивать, иначе все склеится. А от малого количества не будет проку. Ведь крахмал играет роль своего рода защитной пленки. Он окутывает мясо и не дает соку полностью вытечь. Теперь надо перемешать. Да, перемешиваем. Так. Так. А сейчас мы добавляем масло. Если мясо отложить на время, оно может засохнуть. А в масле оно всегда останется таким же сочным и красивым. Блестящим в масле, точно. Да, масляным таким. Далее мы режем лук. Отложим его пока в сторону. Так, отложим. А сейчас я открою вам секрет приготовления пекинской пасты. Берем 50 грамм густого сладкого бобового соуса. Добавляем к нему 5 грамм соуса хайсен. 3 грамма устричного соуса. Так, 3 грамма. А затем 10 грамм сахара. Паста у нас будет сладко-соленой. И 2 грамма усилителя вкуса. Так, усилитель вкуса. Это для свежести. Да, это для свежести, точно. Соли совсем немного, так как соусы сами по себе уже соленые. И перемешаем. 3 вида соуса в одном, точно. 3 в одном. Пасту сделали, теперь включаем огонь. Накаляем масло. Да, включаю огонь. Так, разогреем. Нужно хорошенько прожарить мясо. Так, рукой попробуем. Когда нагрелось, наливаем масло. Сначала дадим маслу растечься по всей сковороде. Так. А с какой целью, как вы думаете? Цель та же, чтобы мясо не пристало к сковороде. Выкладываем порубленную соломку. Так, мяско. Слегка помешаем палочками. Если температура огня высокая, сковородку можно немного приподнять от плиты. Так. Приподнимем. Мясо потихоньку начинает менять цвет. Так, немножко белеет. Готово. Мясо полностью прожарилось. Можем убирать его с огня. А на сковородку мы опять добавляем совсем немного масла. Сейчас перед нами стоит важная задача. Мы будем обжаривать мясо в пасте. Обращая ваше внимание на то, что жарить надо на слабом огне. Так, на слабом огне. Теперь выкладываем только что приготовленную пасту, затем мясную соломку и равномерно обжариваем. Соломка должна вся перемешаться в пасте. Точно, точно. Хорошо. Ну вот, вроде и получилось. Такое красивое и ароматное блюдо. Добрый день, дорогие телезрители. В эфире программа «Китайская кухня». Блюдо простое, но таит секрет. Приготовим и посмотрим, верен ли ответ. Сегодня мы будем готовить одно из блюд хуаянской кухни. Нам, жителям Северного Китая, кажется, что блюда хуаянской кухни самые изысканные. Многие не готовят их дома, думая, что это сделать нелегко. Сегодня мы докажем вам обратное. В состав этого блюда входят шпинат, грибы и креветки. Итак, поприветствуем нашего шеф-повара. Хоу Синь Цинь, шеф-повар элитного ресторана, представитель кулинарной школы Хуаян. Сегодня в меню шпинат с грибами. Итак, основные ингредиенты. Это речные креветки. Они войдут в состав нашего блюда. Креветки? Да, живые речные. А, нам самим надо будет их чистить. Да, я вас научу. Так, это шпинат. Это шпинат, грибы, а там приправа. Да, соль, усилитель вкуса, сахар, крахмал и кунжутное масло. Так, сначала проварим овощи. Нальем воду в сковородку. И положим туда шпинат. В шпинате содержится щавелевая кислота, поэтому его обязательно нужно предварительно ошпарить. А мы пока нарежем грибы. Так. Я сейчас раскрою вам секрет Хуаянской кухни. Давайте. Научу вас резать грибы для этого блюда, так, чтобы они приобрели необыкновенно красивую форму и быстрее сварились. Смотрите внимательно. Мы надрежем гриб так, примерно на 4,5, чтобы получились такие тонкие полоски. Вот, посмотрите, получились похожие на пальмовые листья. Мне кажется, что так нарезанный гриб очень похож на веер. Мы ошпарили шпинат, теперь выложим его в тарелку с холодной водой и продолжим резать грибы. Вот так. Нарезанные грибы не развалятся при варке. Пока грибы ошпариваются, расскажите нам, что делать с креветками, как их чистить и готовить. Как я уже говорил, для этого блюда мы взяли речные креветки. Повар Хоу рекомендует нам использовать креветки светло-зеленого цвета. Голова и туловище креветки должны плотно прилегать друг к другу. Сырые креветки очень легко чистить. Поверните креветку лапками кверху. Вот здесь прижмите. Так. И... Готово. Речные креветки – частый ингредиент для блюд хуаянской кухни. Использование речных креветок – одна из особенностей хуаянской кухни. Одно из таких очень известных в Китае блюд – жареные речные креветки. После того, как креветки очищены, их надо посолить. Так. И понадобится яйцо. Да, правильно. Для приготовления понадобится один белок. Так. Теперь остудим грибы в холодной воде. Помоем, а после отварим их. Итак, посолим воду. Так. Воду. Соли. Усилитель вкуса добавим. Так. И растительное масло. Растительное масло. Угу. Теперь опустим грибы в воду. Так. Пусть поварятся. На меленом огне минуты три. А мы пока займемся шпинатом, который уже вытащили из воды. Его мы сейчас... Нарежем. Точно. Нарежем. Верно. Да. Измельчим. Измельчим хорошенечко. Можно резать и покрупнее. Но по мне, чем меньше, тем лучше. Так. Наши грибы уже готовы. Теперь выкладываем их красиво на тарелку. Да. Очень красиво. Похоже на раковину гребешка. Следующий шаг. Красиво выложить грибы на тарелку. Так, чтобы получился круг. Положим их плотнее друг к другу, чтобы между ними не было пустого места. Вы сказали, что в состав нашего блюда, кроме грибов, входят и другие ингредиенты. Шпинат, креветки. Их уже можно есть. Предлагаю завершить процесс приготовления и начать процесс поедания. Нет, пока еще рано. Давайте сначала сделаем наше хуаянское блюдо. Хотя эти грибы уже можно назвать холодной закуской. Да, если посыпать луком и приправить маслом. Получилось бы другое блюдо. Холодная хуаянская закуска. Но мы готовим шпинат с грибами. Поэтому мы поставим тарелку с грибами в пароварку на пару минут. Да, из нашей сегодняшней программы вы узнаете не только рецепт шпината с грибами, но и рецепт очень красивой и вкусной грибной закуски. Да, а далее я расскажу вам еще об одном блюде. Итак, продолжим. Что мы будем делать, пока готовятся грибы? Пока грибы готовятся, мы положим шпинат в подсоленную бульон с усилителем вкуса и кужунтным маслом. На самом деле можно заменить шпинат другими зелеными листовыми овощами. К примеру, с удобной хорсантемой. Или капустой бахчой. Не забываем следить за огнем. Немножко повариваю шпинат. И готово. Добавим чуть-чуть разведенного в воде крахмала. Да, цвет очень такой приятный получился, насыщенный. Далее нужно обвалять креветки в кляре. А как мы будем делать кляр? А сейчас увидите. Добавим в креветки соль. Усилитель вкуса. Яичный белок. Так. И крахмал. Да, и немножко масла. Верно. Сковородка уже разогрелась, мы можем налить масло. Только не надо слишком много. Теперь обжарим креветки. Обжарим креветки, да. Здесь торопиться не надо. Как только сковорода раскалилась, мы можем выключить огонь. Этого жара достаточно, чтобы довести креветки до готовности. Необычный цвет получился, как у цветов персика. Верно. В хуаянской кухне очень часто используются креветки, приготовленные вот таким вот способом. И помните, что креветки нельзя варить слишком долго, иначе они потеряют вкус. На самом деле это еще одно блюдо. Да, блюдо это называется жареные речные креветки. Дальше посмотрим, каким будет наше третье основное блюдо. Да, скоро вы узнаете, что это за блюдо. Мы достали грибы из пароварки и польем их шпинатовым бульоном. Такой приятный зеленый цвет. Шпинатом поливаем грибы. Это точно писать полотно маслом. Сначала один цвет наносим, потом другой. Такая красота получается. Вы просто живописец. Точно. Рисуете, точно. Да, теперь очередь креветок. Высыпаем их сверху. Получается очень интересная цветовая гамма. Гармоничное сочетание цветов, не правда ли? Действительно, как распустившиеся цветы персиков. Очень красиво. Вот наше блюдо и готово. На этом наша программа подошла к концу. Так, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова